Мы все здесь благодаря невероятному стечению обстоятельств. Подумайте. Мы до сих пор не знаем, как химические вещества сошлись именно в той комбинации, которая запустила эволюцию. Поколение и поколение бактерий, насекомых, рыб, ящериц, млекопитающих и нас с вами, людей, каким-то образом находили партнеров и передавали свои гены потомкам. Сообразительные люди изобрели компьютер, интернет, YouTube, и вот вы нашли и смотрите это видео. Ого! Все-таки здорово осознавать, что наша Вселенная идеальна для жизни. Окажись хоть одна величина другой, жизни в привычной нам форме может быть и не было бы. Гравитация отталкивала бы, покемоны ловили бы людей. Вселенная как будто создана специально для нас, правда? То есть, я вроде бы сам только что сказал вам, что мы центр Вселенной. Каждый из нас находится в центре своей личной, обозримой Вселенной. Как ни печально, все похоже совсем наоборот. На самом деле 100% Вселенной непригодны для жизни. Кроме тонкого слоя на поверхности Земли, который можно списать на погрешность округления. Крошечная доля мизерного процента ничтожной части всего объема Вселенной. Остальное необитаемо. Если бы меня из привычной среды поместили в почти абсолютный вакуум, у меня не было бы ничего, кроме горсти атомов водорода. И что я могу сделать с этим водородом? Ничего. Даже Беру Грилсу пришлось бы поднапрячься. А на поверхности звезды он бы вообще сжарился за секунду. Черная дыра, нейтронные звезды, взрывающиеся сверхновые, атмосферное давление и жара Венеры. Радиация и холод Марса тоже не обрадуют. Да и Земля по большей части место гиблое. Несколько километров вглубь, и вы испечетесь при растущей температуре недр. Наверху вас ждет смертельно разреженный и холодный воздух. На самом деле, без помощи технологий мы бы мало где прожили дольше пары дней. Что до времени мы с вами попали в тот самый момент, когда условия на Земле благоприятны. Через несколько миллиардов лет Солнце так нагреется, что поверхность Земли будет напоминать поверхность Венеры. И тогда единственная во Вселенной, известная нам, оазис жизни, исчезнет. Вселенная непригодна для жизни, насколько это возможно. То есть на грани полной необитаемости. А в далеком будущем, когда все звезды погаснут, и во Вселенной не останется ничего, кроме черных дыр и остывшей материи, она исправит эту погрешность и станет на 100% необитаемой. Такое невероятное сечение обстоятельств космологи объясняют антропным принципом. Сильный антропный принцип гласит, что Вселенной не было бы без нас, наблюдателей, но это звучит глупо и эгоистично. Согласно малому антропному принципу, окажись Вселенной чуть другой, не было бы нас, наблюдателей. Представьте, что я бросил дротик из окна самолета, и тот приземлился в маленькой точке земного шара. Каков мой шанс попасть именно туда? Почти нулевой. Повезло. Можно представить сотни еще менее гостеприимных вселенных, где для зарождения жизни не было подходящих условий, и некому даже задаться вопросом, заточен ли этот мир специально под нас. Так что каждый раз, видя зеленый лук, слыша пение птиц и видя, как все цветет по весне, помните, снизу кипящая магма, сверху разреженный воздух, а космос полон горящих радиоактивных, коллапсирующих объектов, норовящих вас убить. Какие экстремальные условия во Вселенной нравятся вам больше всего? Делитесь в комментариях. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.